Добрый вечер! Сегодня свои простые вопросы. Я задам человеку в официальной биографии, у которого написано, что он член Совета Президента Российской Федерации по развитию гражданского общества. Моя собеседница Ирина Хакамада. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! У вас там написано в биографии, что вы общественный и политический деятель. Вы по-прежнему себя считаете таковым? Нет, конечно. А считали когда-нибудь? Я считала. Когда я была в политике, я считала, что я политический деятель, а теперь я ушла. А общественным деятелем считаете? Я считаю, да. Я очень сильно озабочена проблемами в обществе. Я долблю в Фейсбук, я выступаю по радио и телевидению, я в Совете Президенте. В общем, я пытаюсь... Знаете, я вот не понимаю, что такое общественный деятель, политический деятель. Я понимаю врачи, понимаю учитель, понимаю экономиста. А я бизнес-тренер. Это бизнес-тренер, писатель. Понимаю. Общественный деятель – это что? Это так в никуда. Нет, ну как никуда. Это когда у вас есть возможность, вы защищаете людей, не стремясь к власти. Вам власть не нужна, но людей вы хотите защитить. А вам не нужна власть? Нет. А почему? Такое сладкое слово, такое объемное. Ну, я все попробовала. Президентом еще можно быть, все остальное неинтересно. Правда? Да. А почему вы ушли из власти добровольно? Никто не уходит практически, из политики. Не надоело. Ну, что может надоедать? Надоест высокая зарплата, надоест статус, надоест помощники, надоедят машины, персональные кабинеты. Что надоело? А, надоело, что нет результата. Вот у меня на налог был, и я шла. Упрощенку я сделала, и я шла дальше. Еще что-то две. Как только я поняла, что дальше ничего я сдвинуть с места больше не могу, все надоело. А на машину, на водителя, и там, и что еще? Ну, на личный кабинет, на секретаршу, не знаю. На это нужно, можно сработать, не обязательно мучая вообще избранников. Правда? Да. Вот смотрите, ваш приезд в Благовещенск, вы проводите мастер-классы, да? Да. Да, о жизни. Да. А что-то слово «дао» не понимаю, что в языке Пушкина и Тургенева иного слова нету? Почему «дао»? Ну, я же не Пушкина, не Тургенева. Ну, Россия-матушка. Россия-матушка представляет из себя нацию пшеничную, а пшеничная нация нервная. Поэтому силы уходят, а результат отдаляется. А азиаты из себя представляют рисовую нацию. Рисовая нация очень терпеливая, очень спокойная, умеет много работать. И одновременно отдыхать. И поскольку вы живете на берегу Амура, где есть матушка Россия, и видите другой берег, где есть дао-люди, и вы видите, что ваш берег не светится, а тот светится очень сильно за последние 10 лет. Да и наш светится. Ваши уже светятся. Ну, их больше просто, может быть, окон больше. Так вот, чтобы у нас было больше окон, больше света, нам нужно немножко стать дао. Ну, вот вы приедете в Кострому, дао-жизни, там вообще понятия не имеют, что такое дао. Мы хоть тут чего-то слышали? Или в Рязань там какую-нибудь? Я объясню, я же бизнес-тренер. Понятно. Скажите, а вообще политика дело грязное? Вот вы там были. Честно? Да. Отчего же вы туда пошли, если оно грязное? Вы же умный человек. Я же романтик. Ну, прям. Настолько, настолько. Я верила, что я могу сделать Россию продвинутой страной, очень гуманной и очень экономически эффективной. Человек, выросший в России, верил об этом, что Россию можно сделать очень гуманной? Я выросла в Советском Союзе, и мне очень не нравилось, как люди там жили. Поэтому, когда все стало меняться, я решила, что на этой волне можно попробовать. Ирина, ну вот между нами говоря, вы человек умный. И когда выдвигались на пост президента России, неужели вы верили, что шестая часть земли с названием «Кратким Русь» изберет лидером человека с фамилией Хакамада? Нет, конечно. А тогда зачем вы туда выдвигались, если не верили? Вы не верили. А зачем Навальный бьется? А зачем… Ну, может, он верит, что… Иринский зачем выдвигает? Да никто ничего не верит. Не верит? Нет, конечно. Это называется консолидация протестного электората. Это работа на будущее. Ну, а может, это пиар какой-то был, имя заработать, чтобы Хакамада была на слуху, и сегодня уже вот как-то проще? А вы готовы себе сделать пиар, идя в оппозицию сегодня к президенту Путину? Посмотрю, что вы там потом будете… Ну, вы у него в Совете, в общественном. Какая оппозиция? Через семь лет. Семь лет опала. Да? Не имею в виду. У меня был волчий билет. Ну, Путин не Сталин. Какая там опала? Что вас там? Распинали, я не знаю, там, арестовывали. Причем тут Путин? Система. В оппозицию. Вы хотите в оппозицию к президенту Путину? Я знаю только одно, что после президентской кампании, когда я ее закончила, я не могла не только устроиться на работу, например, в ВУЗе, в высшем учете. То есть те люди, которые мне ее предлагали, при этом теперь отворачивались и краснели, и бледнели. А мне очень многие предлагали вести политические программы. Если я уйду из политики, из меня бы хороший вышел политический журналист. А после этого все эти предложения закончились. Мало того, мне даже офис не давали снять. Просто боялись, что на следующий день придут органы и начнут проверять, каким образом этот офис был в свое время куплен и какие налоги выплатили. Но сегодня офис есть? Офиса нет. Я от него отказалась. То есть оно снять можно, наверное, уже разрешено? Сегодня все можно. Семь лет прошло. Все поняли, что оно не рвется обратно, поэтому фиг с ней поживет. А как вы к президенту Путину относитесь, честно? В каком смысле? Ну, как в человеческом, как избиратель, как гражданин России. Как он вас устраивает, президент Путин? Значит, я к Путину отношусь не по-человечески. Нет, да? То есть меня не интересует он как человек. Как президент. Он вас устраивает? Да, как институт. Представляющий институт президентства, который выстраивает некую политическую систему. И я официально об этом говорю, и он тоже об этом знает. Я оппонент этой системы, она меня не устраивает. То есть вы не в числе 86%, которые разделяют его политику? Нет. Но я не радикал, и я ушла из политики, поэтому я готова ввести диалог. Объяснять, что мне не нравится, и, может быть, можно будет найти каким-нибудь компромиссом. Вы читаете мастер-классы и говорите о том, как в современной России можно быть успешным и свободным человеком. А это сочетаемые понятия сегодня – успешные и свободные? Сложно, но сочетаемые. Не для всех. Таких людей 8%. Я в России 2%, а я хочу, чтобы было 30%. Потому что, когда таких людей будет 30-40%, мы будем очень эффективно конкурировать со всеми, включая Америку. Ну, это какой-то такой романтизм, по-моему, такой очень… не на земле стоящий. Что у нас… По-моему, вы романтик. Правда? Да. А почему? Я по земле хожу. Ну, потому что рабы не делают эффективную экономику. Раб делает все из-под палки. Ну, почему сразу рабы? Ну, человек или свободный, или раб. А что такое средний, я не знаю. К какой категории людей вы относитесь? Эти люди называются хири. А по-русски? А по-английски это high earning, but not rich yet. То есть я хорошо зарабатываю, но не богаче. Вы часто подаете милостыню? Да. Я же в церковь хожу, обязательно подаю. Но вы можете иногда не подать, пройти мимо? А если не в церкви, легко. Если вижу, что мужик здоровый, изображает и себя не поймешь. Я прям так говорю, мужик, иди работай, хватит мозги пудрить всем. А Ирина Хакамада много работает? Очень. Всю жизнь. А как вы отдыхаете? Ну, по-разному. Я люблю смотреть кино. Прямо на диване вот так? Угу. А любимое кино? Советское? Советское, нет? Ну, советский, любимый режиссер Тарковский. Очень люблю Бондарчука. «Войну и мир» могу смотреть бесконечно. Это чудесно. А Анну Каренину тоже советский фильм. Тарковского смотрю все. А из западных, мой любимый режиссер, ну, я думаю, из классики, Бертаучи. И последний вопрос. Общение с благовещенской аудиторией, ну, честно только, оно отличалось от общения с Читинской, Рязанской, Владивостокской и так далее? Наш народ или примерно такой же? Те же вопросы, те же лица, те же эмоции? Нет, ну как те же лица? Ну, по темпераменту более эмоциональные, чем Читинцы, и очень похожи на Владивосток. Понятно. Может, потому что у реки, не знаю. Ну, кстати, река, как вам тот берег? Вот вы посмотрели так на тот берег, на подъездочный? Ну, шумный, китайский такой берег, веселый, нормально. Но, конечно, Амур для меня – это большое воспоминание. Потому что у меня мама родилась на Амуре. Где? Она на Сахалине. Она переплывала Амур трагически. Деда посадили, и моя бабушка ее взяла, и был шторм, и китаец за деньги от жадности согласился все равно их перевезти туда, вот, где сидел дед, пойти и поехать на свидание. Лодка перевернулась. Даже не перевернулась, в общем, она начала тонуть. Мимо шел пароход, мне вам рассказывала. Остановился, их вытащили. Китаец пришел в себя, и вот мама помнит, что, да, и слава богу, что живы остались. И вот пароход уходит, и китаец кричит, мадам, вы не заплатили. Вот так. Вот так. Так и не заплатила, уехала. Так и уехала. Так что у меня все родственники в Хабаровске, все дальневосточные, и для меня это места такие родные. Это были простые вопросы для Ирины Камады. Мы говорили о жизни. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.